Как часто люди с излишним весом страдают тем, что очень зависимы от мнения других людей? То есть, если мы посмотрим, что может быть общего между пациентами с тяжелыми нарушениями пищевого поведения и людьми, которые страдают периодически эмоциональным перееданием, эмоциогенным перееданием, то очень часто мы увидим, что они склонны к зависимому поведению. А что это такое? Это склонность к тому, чтобы чувствовать зависимость от кого-то. То есть, это схема, которая существует у человека, которая сформирована в детстве, иногда в подростковом возрасте. Это схема, при которой человек считает, что он сам по себе не сможет. И что он должен прикладывать все возможные усилия для того, чтобы найти кого-то, кто является более сильным, более успешным, более значимым, более компетентным. И только в связке с таким человеком можно выжить. Такой бесконечный поиск опекуна. И если посмотреть вот эту классическую историю про алкоголика, который периодически срывается в тяжелые запои, и посмотреть на портрет жены такого человека, то есть созависимой, да, получается, что он зависимая, она созависимая, то там чаще всего бывают женщины с лишним весом. То есть такой портрет созависимой женщины. И здесь, наверное, важно отметить, что вот эта потребность найти того, от кого зависеть и найти того, кем заниматься, она очень часто бывает связана в том числе с такой схемой, мне нужно, чтобы меня одобряли. И мне нужно получать извне подтверждение, что я все делаю правильно. Потому что если вдруг мне придется самой принимать решение, самому принимать решение, мне становится очень страшно. Я очень боюсь, что я не справлюсь. Вот если перфекционист может прокрастинировать, потому что он боится сделать не на 100%, совершить какую-нибудь ошибочку и не получить самый лучший результат, то как раз человек вот с такой проблемой, склонностью к зависимому поведению, склонностью к тому, чтобы опираться на внешний мир, искать того, кто сможет меня проконтролировать, потому что я сам себе, сама себе не очень доверяю. Вот такие люди не делают дела, не начинают и прокрастинируют, потому что они внутренне убеждены, что они не справятся. На самом деле, конечно, это тоже опыт научения. То есть, да, его так научили. Да, были моменты в его жизни, когда он отказался от каких-то своих способностей. И он когда-то посчитал, что он слабее других. И он ищет того, кто по этим важным для него критериям будет казаться ему более сильным. И если он такого человека найдет, то он хочет присоединиться и дальше любой ценой сохранять эту зависимость. В любых симбиотических зависимых отношениях очень много вины. А там, где много вины, там очень много, опять же, в обратную сторону, алкоголизма, переедания. Потому что, когда человек испытывает большое количество вины, он пытается от него избавиться, он пытается ее вытеснить, он пытается об этом не думать. И в какой-то момент вот этот вытесненный материал, который он бессознательно все время выбрасывает, он начинает его атаковать. И тогда для того, чтобы отключиться, чтобы не испытывать все это, в общем-то, все средства хороши. Кто-то напивается, а кто-то наедается. И вот тут очень важно попробовать поисследовать, почему я отказываюсь инвестировать свое внимание в саму себя. Почему мне заниматься другим человеком гораздо спокойнее, нежели заниматься сама собой. Поэтому можно придумать любую фразу, которая вас будет, как бы так, ну, немножко веселить, немножко структурировать. И, например, подходя, написать на холодильник, например, проанализируй, сколько еды ты ешь с любовью к себе, да, или ешь то, что с любовью. Ну, это можно придумать все, что угодно, но самое главное, чтобы, когда вы это видели, вы вспоминали, что многое из того, что мы едим, когда мы переедаем, мы едим не потому, что мы нуждаемся в этой еде, а потому, что границы наши нарушены. И тогда нужно изнутри себя так забить содержимым, чтобы почувствовать эти границы изнутри.